Приветствую, друзья! У нас сегодня на разборе необычная, у нас не планировка, а маркетинговый материал. Кстати, если у вас есть маркетинговый материал, вы тоже можете присылать. Сегодня у нас сервис Aiva, и наша задача понять, прокомментировать сайт, что тут можно улучшить для того, чтобы быть понятнее и, собственно, продавать. Я так понимаю, это самая главная задача, конечно же. Хорошо, давайте посмотрим. Мы видим сейчас первый раз. Да, я, кстати, немножко познакомился с материалом. Сайт детально не смотрел специально, чтобы не убить впечатление, но я пообщался с владельцем, с маркетологом, собственно, кто здесь все это делал, и есть некое понимание, что это такое вообще. Но сейчас я об этом тоже расскажу. Давайте начнем с чистого листа. Итак, что мы видим? Мы заходим на сайт Aiva. Во-первых, не до конца понятно, что очень креативный здесь айдентика, но не совсем понятно, достаточно сложно читается. Я бы здесь, наверное, тоже... Окей, можно оставить, но просто говорю как есть. То есть я не сразу считал. Мы сервис Aiva. В принципе, да, вот здесь вот пояснение есть. Окей, наша миссия объединяет бренды и их аудиторию в социальных сетях. Мы отлично этим справляемся. Ну, давайте сразу же, что мы должны сказать по копирайтингу здесь. Мы сервис Aiva. Отлично, окей, молодцы. Но, то есть, кто вы, что вы делаете? То есть сервис это что? Сервис доставки еды, либо сервис чего-то? Сервис чего? То есть должно быть полезное действие целевое, да, которое вы делаете, полезный, конечный продукт, для того, чтобы мне было понятно, что вы делаете. То есть я, допустим, тоже сервис по дизайну. То есть у нас компания по дизайну. Мы тоже сервис по дизайну. И непонятно, собственно, чем отличаемся. Поэтому первое, что нужно сделать, это надо сказать, типа, я дизайнер, я сервис Aiva. Что я делаю? Я делаю там трансляции в данном случае. Опять же, я уже знаю, что это трансляция, поэтому я сейчас об этом говорю. А здесь получается наша миссия объединять бренды и аудиторию в социальных сетях. Ну, какая-то такая достаточно прикольная идея, да, но не до конца понятная, да, к сожалению. Вот, поэтому тут может возникнуть некое, ну, как бы, разночтение. То есть люди просто могут не понимать, что это такое. Что такое объединять аудиторию? То есть просто мессенджер, например, тоже объединяет аудиторию каким-то образом. Либо, ну, за счет чего? Непонятно. То есть здесь нету, как бы, именно главного, нет конкретики. Лучше написать конкретно здесь. В данном случае я уже знаю, что здесь делает сервис Aiva. Он делает это… они делают трансляции по сути. Это вот как мы сейчас ведем трансляцию, то есть я могу нажать на кнопку сейчас вот на моей этой штуке. И она полетит одновременно там в YouTube, в Facebook и там куда-то еще. Единственное, что она не может делать, она не может в Instagram лететь. Вот они это делают. Плюс они дополнительно покупают у блогеров рекламу. И дальше прямые эфиры у блогеров, они занимают рекламным местом рекламодателя. То есть примерно вот так. И я бы на самом деле именно здесь эту механику описал. То есть я бы так и написал. Мы сервис, который позволяет купить рекламное место у блогеров и показать там рекламу. Все. Это четко, просто и понятно. Не нужно вот здесь вот каких-то вот этих вот заматренностей. Так. Здесь вот это вот замиксовано по себе видео и прямые трансляции. То есть я тут типа должен как ребус разгадать. Помните, в детстве были такие ребусы у нас, и я должен догадаться. Вот я уже просто после 10 минут на общении, когда мне просто стало интересно, что что-то такое, я смогу выпытать это у руководителей. Вот. Окей. Хорошо. Мир изменится. С каждым днем мы все больше выгружаемся в виртуальную реальность. Здесь нас начинают рассказывать, как наш мир поменялся и как мы должны действовать, чтобы успевать за этим миром. Спасибо, я новости сам посмотрю. Миллионы людей уже не представляют свою жизнь без гаджетов. То есть банальные стандартные вещи, типа монетов с этого чего, я это вижу каждый день в новостях. Опять же, зачем мне это надо здесь знать. Мы точно знаем, что они делают. Если вы точно знаете, сразу же об этом напишите. То есть конкретно напишите. Общаются и делают, смотрят и слушают, убирают и покупают. Опять же, абсолютно стандартная история. Начинать надо с тем, что я сказал, с той темы, что вы конкретно делаете. Примерно следующее, что начинать с полезного действия для меня, с ключевой моего оффера. Что я хочу? Я хочу, чтобы у меня было больше заказов. Я хочу просто продавать. Соответственно, ваша будет реклама такая, что мы умеем продавать через рекламу у блогеров за счет подключения сервисов прямых трансляций. И делаем это эффективнее, чем реклама в таргете, чем реклама в 5 раз, чем реклама в ютубе в 10 раз. И чем реклама или участие в выставках в 25 раз. Все. Вот это надо написать в видео оффера, больше ничего писать не нужно. И кейс привести. Все остальное, это вот, ну как бы, зачем мне это надо? Непонятно. То есть я здесь пытаюсь на каждой странице красиво сверстнуть. Слов нет, спора нет. Отлично сверстан, здесь сделано лучше, чем у меня. Даже на сайте, снимаю шляпу, дизайн хорош. Но дизайн, он не должен подменять собой смысл. Поэтому я первый за то, чтобы был смысл. Если смысл написан просто от руки, даже на бумажке, на салфетке, он лучше, чем непонятный ребус, сделанный с помощью дизайнеров. Не делайте ребусов с помощью дизайнеров. Давайте такой термин введем. Ребуса с помощью дизайнера сделанной. Вот не надо так делать. Возможности социал медиа. Опять, мне сейчас пытаются рассказать. То есть, окей, это нормально для статьи какой-то подойдет. Но опять же, где здесь какие-то исследования? Здесь просто заявление. То есть, СММ – это активная аудитория, можно таргетить, крутая реклама и так далее. Но я это и так знаю. То есть, это все знают, что тут нового. Это стандартная история. Да, мы все сидим в социальных сетях. Зачем мне еще раз тратить время на то, чтобы объяснить? Тем более, это промо-страницы. Вы же рекламу даете, вы хотите сейчас себя продать, видимо так. Социальные сети, новые ТВ. Окей, новые ТВ. Трансляции стали телевидением нового поколения. Окей, спасибо, что сказали. Интрига, общение, интерактив. Супер. Книжки полезно читать. Отлично. Молодцы. Супер. Идем дальше. О таком охвате можно было только мечтать. Крупные тематические сообщества, вопрос в платформе. О каком охвате? Напишите, что типа охвата 100 тысяч человек в минуту. Вот это охват. О нем можно мечтать. А где здесь? Ну, то есть, непонятна цифра. Может быть, они где-то есть, но вот я пытаюсь сейчас найти. Охват на 10, на 100, на 1000 площадок одновременно. Ну, окей. Сколько человек-то я охвачу? Мне нужна конкретика. Если вы уже умеете это делать, что меня волнует? Что меня раздражает во всех вот этих вот вокруг да около? У нас какие-то пляски, танцы непонятные. Зачем это все нужно? Если ты умеешь сделать, то покажи, докажи. Я когда книгу, кстати, делал, примерно такую историю, у меня получалась реклама в книге в 10 раз выгоднее, чем участие в выставке. Откуда я это знаю? Я это посчитал. То есть, участие в выставке стоит компания примерно около миллиона, там стенд поставить все дела, плюс 200 тысяч на организационные расходы и так далее. Миллион 200 тысяч. Миллион 200 тысяч, я спрашиваю, сколько вы берете контактов оттуда? Мы берем 200 контактов. То есть, один контакт стоит 6 тысяч рублей, а я умею сделать так, чтобы ваш контакт стоил, допустим, горячий контакт именно, который пришел по рекомендации, стоил, допустим, в 10 раз меньше, то есть, 600 или 500 или 400, то есть, я могу дать. Это не лид, а контакт уже, который посоветовали. И от этого я могу плясать. То есть, я говорю, у меня участие в книге, оно выгоднее, чем участие в выставке в 10 раз. У меня есть цифры, некие цифры, которые я взял из данных, которые у меня уже были. Здесь тоже надо показать этот кейс, эти цифры просто на первом экране. И все, собственно, будет все понятно. Но я сейчас немножко говорю, как бы я это делал в идеальной бизнес-схеме. Тут на самом деле все сложнее. То есть, я уже пообщался с руководителями этой компании. И вот хочу сейчас донести до вас одну интересную мысль, что ни в коем случае, то есть, можно, конечно, комментировать, как я сейчас это делаю, но не всегда это так. Почему? Потому что всегда нужно спрашивать, кто это будет смотреть и кто это будет читать. В общем, в чем смысл? Да, видите, я немножко тут как бы разгромную даю комментарии, но на самом деле это не имеет никакого смысла. Почему? Потому что я спросил, а кто ваши клиенты по итогу? И мне девушка Ольга сказала, она сказала, что у них клиенты в итоге менеджеры крупных компаний, которые думают, куда им пристроить бюджет. То есть, у них уже есть бюджет, и им нужно просто некие показатели. То есть, им нужно куда-то просто его пристроить. Вот, соответственно, вряд ли они думают обо всем о том, что я сейчас сказал. Хотя не факт. Может быть, они тоже думают. То есть, они сказали, что им надо куда-то все равно это деть, и почему бы им к нам не придут. Им важно на этой странице увидеть о том, что именно медиа через блогеров, через рестриминговые сервисы вот эти, это именно новая тема, куда они могут еще тоже вкопать бюджет свой. То есть, условно, есть телевизор, есть SMM, есть Instagram, есть YouTube, есть еще что-то. И вот есть пятая ваша. И они, зная, что есть такая тема, просто они об этой не знают. То есть, они здесь, по сути, продают не услугу конкретную, а продают тему. Потому что, как только ты продаешь тему, крупные компании уже выделяют на это бюджет. То есть, тут такая идет история. Видите, то есть, мои рекомендации, мои советы здесь, в данном случае, когда я это уже узнал, я понял, что то, что я сейчас рассказал выше, оно как бы не имеет смысла, ну, потому что это бы работало в бизнес-схеме и бизнес-среде. Но, опять же, тогда нужно подстраивать свое предложение именно под этих менеджеров. То есть, рассказывать, почему, как их похвалят, да, если они откроют новую вот эту вот историю, принесут руководству и получат какие-то данные. Ну, в принципе, вот здесь вот они, как бы эти данные есть. Ну, вот примерно так. Вот, поэтому первое и самое важное, что я тут хотел сказать. Первое, да, что мы сегодня узнали, что дизайн очень классный, но он не решает задачу, если у вас, ну, как бы задача, как бы кейсом не решена, ну, не показано, да, как это помогает. Второе, что нельзя комментировать ничего, не зная, я имею в виду маркетинговый материал, не зная, кто клиент и что там. То есть, комментировать можно, да, как вот я додумываю, но всегда воспринимайте это, кто ваш клиент. И третье, что мы понимаем, что если мы знаем, кто наш клиент и что мы ему хотим продать, то все остальное – это инструменты. То есть, самое важное – знать, кто наш клиент и что мы ему хотим продать. И если бы мы продавали клиент там на свободном рынке, то есть, допустим, мне, я предприниматель, и мне говорят, ребята, есть такая тема, мы можем вашу рекламу, ну, не знаю, что вы там продаете, дизайн. Мы можем вашу рекламу по дизайну блогерам отдать И блогер сделает такие-то результаты с таким-то риском, с такой потенциальной возможностью У нас есть данные, давайте мы вам предоставим данные И вы увидите, что реклама у нас дешевле, чем таргета 5 раз, например То есть готовы рискнуть, окей, давайте возьмем минимальный бюджет Попробуем, допустим, 5, 10, 15, 20, 50, 100 тысяч, сколько нужно Посмотрим, если подойдет, потом будем вкладывать 20, 30, 100 тысяч, миллион и так далее Уже поймем, у нас будет некий путь клиента, это первый А если у вас идет разговор о бренд-менеджерах, которые сидят в крупных корпорациях И думают, куда им еще дополнительный бюджет влить Тогда это совсем другая история, тогда надо и продавать именно этим ребятам Что типа, ребята, есть новая тема, куда можно влить бюджет, условно говоря То есть вы вливаете туда, 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 а давайте попробуем сюда И надо понять, я, кстати, не знаю, что для них важно То есть у них есть тоже какие-то критерии KPI своего То есть у них есть, наверное, охваты То есть вам тогда нужно Я бы здесь тогда продавал, если это охваты, опять же, я не знаю Но если это охваты, я бы продавал здесь историю, что Тогда бы вот на первой страничке я бы давал именно охваты Я бы говорил, что вашу рекламу посмотрят 100 тысяч человек за столько-то Допустим, реклама в каком-нибудь паблике Либо реклама в каком-нибудь интервью знаменитом, да, каком-нибудь знаменитого ведущего Стоит там 5 миллионов, да, а здесь у вас стоит миллион То есть миллион лучше, чем 5, а охваты такие же То есть я бы тогда конкурировал охватами И если это крупные компании Тогда именно это надо показывать Значит, охвати за миллион, миллион человек, например То есть один по рублю за человека, например, так, за просмотр Вот я бы все равно какими-то KPI шел Здесь все-таки больше идет какая-то абстрактная история И поэтому я думаю, что это будет работать вяло Потому что в целом нужно разгадывать требуется И понимать вообще для кого это, для меня, не для меня Ну, примерно такая тема И это сайт, но есть еще PDF, да, вот такой же PDF примерно Какой контент эффективнее всего продает То есть я так понимаю, это тоже самый сайт упакованный в виде PDF И здесь опять же продают идею, что типа какой контент продает и почему И здесь нам начинают объяснять, что типа мы все в телефоне сидим Реклама не работает, слепота Ваша реклама тонет информационным шумом Тут нас начинают лечить А я хочу, чтобы мне давали предложение То есть я это как бы, допустим, я это и так знаю Да, если я не вчерашний выпускник, да, какой-нибудь И случайно получил миллионный бюджет А я более-менее разбираюсь в теме То есть я это и так знаю, зачем мне это еще раз рассказывать Мне нужно показать, как вы решите мою задачу А какая моя задача, я могу только догадываться Задача, например, охваты получить И второе, как вы ее сделаете То есть я бы говорил, смотрите, задача такая Мы ее делаем вот таким способом Если вам этот способ подходит Вот безрисковый вариант Вот типа тест-драйв Попробуйте, вот как мы это делаем Вот наши кейсы Обязательно кейсы, кстати, надо показывать Я знаю, что здесь есть кейсы очень хорошие Но их нельзя показывать там либо по цифрам Либо еще по каким-то конфиденциальным договорам Но можно, выдумывать не надо, да Можно, в общем, посмотреть, что можно показывать и что нельзя Можно примерно, да, что-то показать То есть можно сказать, что мы работаем с таким-то Есть такие-то кейсы, допустим, да И если, допустим, цифры разглашать нельзя По деньгам, то можно разглашать по показателям Например, по эффективности охвата аудитории Либо по удержанию внимания Либо почему-то То есть что-то можно показать по-любому Надо посмотреть Вот, если вообще совсем все нельзя Но тогда тяжело Тогда надо, ну, значит, выдумывать что-то, да Выдумывать нельзя придумывать и обманывать Вот, поэтому нужно тогда продавать будет потенциально То есть потенциально есть такой формат Либо уже на встрече рассказывать, что работать с такими компаниями Нельзя говорить, да, ну, именно данные Но вот, значит, факты таковы То есть вы публиковать это не можете Но вот можете сказать, что примерно таких результатов можно добиться Без указаний имен и всего остального Тут тоже я не знаю, есть ли такая проблема или нет Частично можно Но полагать, да, что такая проблема есть Вот, но важно не это Важно то, что в презентациях в основном продается эта идея А, наверное, имеет смысл уже услугу продавать Опять же, я не знаю То есть, возможно, здесь задача продать именно идею И как бы окей Но если задача продать уже конкретно вашу компанию Тогда я бы сделал более конкретные вещи Ну, вот такой разбор Да, в детали я сейчас не вдавался Почему? Потому что в детали вдаваться смысла нет Потому что здесь разное применение То есть разная маркетинговая стратегия Я дал маркетинговую стратегию, основываясь на бизнесе На понимании, как это работает и как бы я купил Допустим, как бизнес малый Здесь все-таки идет реклама на бренд-менеджеров С которыми, как тип клиента, я не до конца знаком Не до конца знаком, как они принимают решения То есть у меня нет просто компетентных данных Вот, соответственно Но у них в любом случае есть какие-то вещи Которые они хотят Кроме того, чтобы прочитать, как работает медиа Скорее всего То есть и посмотреть красивую презентацию И у них есть какие-то KPI Вот нужно к этим KPI привязаться И оффер, то есть предложение оформить Основываясь на этих KPI Примерно тогда, я думаю, все понятно Если есть какие-то вопросы, комментарии, предложения То пишите под этим видео Если посмотрели подобный разбор И вам тоже понравилось, интересно, то супер И если есть какие-то идеи То тоже присылайте Будем смотреть Надеюсь, такой разбор был полезен Присылайте свои маркетинговые материалы на разбор Обязательно пишите, для кого вы продаете Почему они покупают Что это за люди И что вы хотите им донести А я уже с конкретными инструментами Психологическими какими-то штучками И копирайтингом подскажу Как сделать это более качественно Более универсально Присылайте свою рекламу на разбор С вами был Станислав Орехов Увидимся в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok